МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги социально-экономического развития города за первое полугодие рассмотрели на заседании Городского исполнительного комитета. Новые скамейки появились возле городского Дома культуры. Пять ярких бирюзовых лавочек стали настоящим украшением центра города. Сегодня весь мир отмечает одну из самых молодых интернациональных праздничных дат – 30 июля, День дружбы. В Беларуси прошло промо-мероприятие «Дружба без границ». Любой желающий мог приобрести и отправить открытку знакомым и друзьям. А Белпочта бесплатно доставит их адресатам по всей стране. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Итоги социально-экономического развития города за первое полугодие рассмотрели на заседании Городского исполнительного комитета. В ходе отчета было отмечено, что в Барановичах выполнено 11 из 14 прогнозных показателей. Из них три из четырех ключевых показателей эффективности работы председателя. И один из трех, оказывающих наибольшее влияние на формирование волового регионального продукта. Дана оценка работы руководителей и отдельных организаций. Подведение итогов социально-экономического развития Барановича в первом полугодии состоялось в городском исполнительном комитете. Сделать работу государственного сектора экономики результативной и конкурентной – ключевая задача, отметили на заседании. Как сообщила первый заместитель председателя горисполкома Наталья Федорова, руководителям многих организаций есть над чем задуматься. Так, не достигнуты намеченные показатели по темпу роста индекса физического объема промышленного производства и товарооборота. В годы назад, с разницы примерно в один месяц, у нас произошло назначение двух директоров. Один – это директор паркинга, второй – директор завода строительной и конструкции. И какая разница к итогам полугода. По заводу строительной и конструкции рост объема производства 40%. Предприятие вышло на безудовичную работу, премьерную работу. И рост заработанных планов увеличился на 30%. И ровно обратный результат по заводу Беларуси. За полгода 2019-го нереализована в достаточной мере программа «Культура Беларуси». Деятельность данной сферы направлена на создание условий сохранения историко-культурного наследия, повышение доступности и разнообразия культурных услуг для всех слоев населения. Работа учреждений культуры Барановичей вносит свой творческий вклад в жизнь и развитие всей социальной сферы. Как было отмечено, не все возможные резервы были отработаны. Впрочем, присутствующие на заседании представители этой отрасли заверили руководство города, что сумеют исправить ситуацию. Если мы едем в соцстандартах, то слабая позиция у нас, опять же, отмечу, по культуре. На наложителя по соцстандартам наш расход должен составлять 0,35% увеличений. Факт сегодняшнего дня – 0,29%. Отмечу, что это показатель, прогнозируйте, что это обходы, у нас в стадии ремонта происходит о культуре. Там значительные средства будут направлены на области культуры, порядок предприятия. Поэтому полагаю, что соцстандартная культура наша справится. Совместная конструктивная работа позволит обеспечить динамичное, уверенное развитие экономики города и реализовать намеченные программы по повышению уровня и качества жизни каждого жителя Барановичей. В ходе совещания руководителям было указано на недостаточность принимаемых мер по эффективности работы. По итогам заседания горосполком принял соответствующее решение, определены конкретные сроки выполнения. Экс-директор Барановичского предприятия Торкмаш Александр Раткевич удостоен медали за трудовые заслуги. Соответствующее решение закреплено указом президента Беларуси Александра Лукашенко. Высокая награда присуждена опытному управленцу за многолетнюю добросовестную работу и образцовое исполнение обязанностей. Новые скамейки появились возле городского дома культуры. Пять ярких бирюзовых лавочек стали настоящим украшением центра города. Теперь ожидание начала праздничного мероприятия станет приятнее. Возле городского дома культуры появились скамейки. Мебель уже успела приобрести популярность среди барановича. Особенно лавочки пришлись по вкусу медленно прогуливающимся пожилым парочкам. Конструкции расположены по пожеланиям горожан. Они неоднократно обращались с просьбой поставить здесь лавочки. В этом году эта рекомендация выполнена. Теперь станет намного удобнее дожидаться начала концерта или массового мероприятия, устраиваемого Домом культуры. Пять ярких бирюзовых скамеек установили своими силами. Дизайн лавочек незамысловатый, но главное – удобство и практичность. Конструкции широкие и с высокой спинкой. Теперь территория, прилегающая к зданию, стала более облагороженной. Жители довольны, говорят, раньше приходилось идти во двор, а теперь очень комфортно. Обещают даже следить за тем, чтобы ничего не сломали. Понемногу кусочек за кусочком начинаются работы по созданию новой зоны отдыха под открытым небом. Сотрудники Дома культуры уверяют, что на этом благоустройство не заканчивается. Здесь появится еще больше таких конструкций. Электронные торги по продаже бывшего наркологического диспансера пройдут 23 августа. Его выставляют на аукцион Барановичская административно-техническая инспекция. Строение по адресу улицы Тельмана, 16, продается со снижением цены на 50%. Запрещается снос здания и изменение его объемно-пространственного и архитектурного решения. Сегодня весь мир отмечает одну из самых молодых интернациональных праздничных дат – 30 июля, День дружбы. В Беларуси прошло промо-мероприятие «Дружба без границ». Любой желающий мог приобрести и отправить открытку знакомым и друзьям. А Белпочта бесплатно доставит их адресатам по всей стране. 30 июля в Беларуси и других странах мира отмечают один из ярких праздников в году – Международный день дружбы. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 2011 году. Интересно, что традиция проведения этого праздника появилась раньше его официального установления. Впервые День дружбы отпраздновали в Парагвае в 1958 году, после чего эта традиция быстро распространилась сначала по странам Латинской Америки, а потом и по планете. Его цель простая и понятна – он призван объединить людей и целые народы, которые чтят культурное многообразие, помочь избавиться от недоверия и искоренить конфликты. Ведь дружба одинаково важна как между государствами, так и между просто соседями. В этот день во многих странах проводят различные мероприятия в соответствии с местными и культурными традициями и предпочтениями. Молодой праздник уже успели полюбить люди. Они поздравляют друг друга, вспоминают старых друзей и заводят новых. Сегодня по всей Беларуси проходило промо-мероприятие «Дружба без границ». В Барановичах акция прошла в отделении почтовой связи номер 9. Желающие смогли приобрести и подписать открытки для своих близких и друзей. Белпочта бесплатно доставит их адресатам по всей стране. В ходе инициативы сотрудники предприятия также рассказывали посетителям о посткроссинге, покупке товаров и почтовой продукции в интернет-магазине «Руббелпочта». В Барановичах по улице Коммунистическая произведут компенсационные посадки объектов растительного мира. К данной работе специалисты службы озеленения приступят осенью. На месте пеньков появится 51 дерево и 176 кустарников. В основном это будут использоваться неприхотливые газо- и дымоустойчивые породы, которые зарекомендовали себя. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.